Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя, вы смотрите Конаково онлайн. В этом выпуске поговорим на долгожданную тему – детские площадки города Конакова. Начнем с того, что взрослые не всегда считали, что детям нужна особая территория для игр. Долгое время городские мальчишки и девчонки были предоставлены сами себе, играя на улицах, резвясь в подворотнях. В начале 20 века научно-технический прогресс изменил город. Дороги стали асфальтированными, появились машины, играть на улицах стало просто небезопасно. Первые маркированные детские территории появились с главной целью – увезти детей с улицы. Сначала это были песочные сады, затем они усложнялись, стали появляться карусели, качели, турники. Удивительный феномен произошел в 40-е годы, когда после войны дети увлеченно играли на развалинах, используя утиль и строя разные сооружения из подноженных средств. Так появились детские площадки-приключения, которые очень популярны сегодня. Массовый бум строительства детских площадок пришелся на 70-е годы. Произошло это не без помощи врачей, которые заметили, что дети быстро простужаются и заболевают. В итоге в целях тренировки физической активности и закаливания было принято строить детские площадки повсеместно. В СССР этот период озаменовался установкой прочных металлических конструкций. Похожие площадки мы можем наблюдать в городе в наши дни. Давайте выясним все о детских пространствах Конакова у администрации города. Дмитрий Николаевич, сколько детских площадок в городе Конакова? Мы недавно провели ревизию всех детских площадок и сейчас на сентябрь месяц в общей сложности порядка 200 детских площадок. Из 200 существующих площадок на учете у города только 43. Все остальные находятся в юридическом вакууме и не стоят на балансе ни у города, ни у ТСЖ, ни у управляющих компаний. По какой причине в нашем городе есть как бы беспризорные детские площадки? Для того, чтобы понять, почему из 200 обслуживаются только 43, нужно вернуться к тому моменту, когда законодательно было обеспечено обслуживание у МКД, многоквартирных домов, площадь, которая равна по периметру отмостки и по фасаду до первого тротуара. Таким образом, все площадки попали в зону ответственности администрации. И юридически мы не имеем права заставить ни жителей по запросам, ни мы по нашим законодательным актам, ни управляющую компанию, ни ТСЖ, чтобы они ухаживали за площадками и их обслуживали. Мы можем только попросить. Почему именно 43 площадки попали в зону ответственности администрации ЖКХ, а остальные остались неудел? Ну, потому что безопасность детских комплексов, детских площадок, отдельных игровых элементов, она с 2017 года обусловлена общепринятым, общемировым, евразийским стандартом. Когда мы посмотрели, комиссионно вышли представители Совета депутатов, представители администрации, представители коммунального хозяйства, у нас оказалось, что практически почти все площадки не соответствуют этому евразийскому стандарту. И их нужно сносить? Их нужно, да, по факту сносить. Мы писали письмо министру Тверской области Светкову о том, что это будет социальный взрыв, потому что все снести невозможно. Но благодаря, я бы сказал так, жесту доброй воли со стороны депутатов, администрации, отдела коммунального хозяйства, и спасибо и управляющим компаниям, они тоже подключились. Все-таки мы нашли в себе волю взять на какое-то обслуживание, более-менее соответствующее, чтобы площадка была в должном виде и соответствовала тем ГОСТам, которые еще были, наверное, советские ГОСТы и стандарты. То есть это 43 площадки, которые можно было реанимировать? Которые можно было хоть как-то реанимировать, но мы стараемся и те, которые из 200, тоже их не все сразу сносить, потому что, ну, все равно есть моменты, когда родители с детьми ходят на те площадки, которые старые. Есть ли какой-то план по техническому обслуживанию детских площадок, и что в ближайшее время планируется отремонтировать? Ну, план, соответственно, есть однозначно, но в основном ремонт и техническое обслуживание площадок производится по заявкам граждан. Есть какой-то регламент, как часто их нужно ремонтировать? Ну, муниципальным заданием бюджетного учреждения коммунального хозяйства два раза в год обновляется покраска, ремонтируются отдельные элементы, но и говорю, что по заявкам мы, так сказать, моментально реагируем на данные все аварии. В общем, нужно не стесняться писать и требовать, требовать, просить. Не стесняться, просить не надо, надо просто сообщать, мы постараемся реагировать на все случаи, потому что это безопасность наших детей в первую очередь. Почему так происходит, что некоторые площадки демонтируют, а на их месте не появляются новые? Например, как было за домом на улице Баскакова, 24. Сейчас там стоит магнит, а площадка новая не появилась, которую убрали. Ну, вы знаете, демонтируются они потому, потому что они приходят в аварийное состояние и не соответствуют требованиям настоящих норм по безопасности. О том, что на этом же месте должна появиться какая-то детская либо спортивная площадка, либо в другом месте, достаточно пространства, где эти площадки есть. Мы понимаем, что хочется большего, хочется, чтобы в каждом дворе была детская спортивная площадка с тренажерами и так далее. Но все, конечно, упирается в наш бюджет. Но мы стараемся идти не только по тем местам, где стоят площадки, вот те, которые стоят на учете. А депутатские программы, они немножко шире, потому что есть обращение жителей. Ну, для примера, шестая школа, два депутата, которые по округам улицы Строителей Корнилова и Смирнов, решили объединиться и построить что-то хорошее около шестой школы. В рамках депутатской программы каждый депутат ежегодно получает 300 тысяч рублей на благоустройство в веренной ему территории. Эти деньги он может потратить на озеленение, ямочный ремонт или на детское пространство. Благодаря этой программе в нашем городе ремонтируются детские площадки, а когда депутаты объединяют свои бюджеты, появляются новые. На 300 тысяч ничего хорошего не построишь, а вот на 600 уже можно. Так появилась спортивная площадка около шестой школы. Дмитрий Николаевич, как происходит решение о том, что площадку нужно демонтировать? Ну, во-первых, все площадки отделом ЖКХ администрации осматриваются, не скажу, что ежедневно, не еженедельно, но регулярно. Однозначно решение по их осмотру принимается после того, как обратятся жители, если там вдруг что-то случилось. Принять решение о том, демонтировать или нет данное сооружение, принимает комиссия в администрации. Туда входят сотрудники администрации, советы депутатов. И только после комиссионного обследования принимается решение о дальнейшей эксплуатации, либо демонтаже. А по поводу площадки на набережной Кремль, которую явно стоит уже демонтировать, она в некоторых местах опасна. Будет ли она демонтирована и появится ли что-то новое на этом месте? Мы сейчас этот вопрос решаем в рамках благоустройства данной набережной. Скорее всего, эта площадка будет демонтирована. Жители старого города жалуются, что у них нет площадок детских в шаговой доступности. Что нужно им сделать, чтобы площадки появились? Ну, старая часть города – плотная застройка индивидуальными жилыми домами. И выбрать площадку под строительство какой-то детского сооружения, ну, физически не представляется возможным. В прошлом году на улице строителей в районе жилых домов номер 18, 19, 20, 23 сделали. На улице Дрожжин, на улице Южной, где имелись места для установки данных площадок. Есть две хороших площадки, это старые, новые. Первый и второй этапы Комсомольского сквера, там тоже есть достаточно. Там народу отдыхает и занимается. Получается, места нет в старом городе, вот где был, там и поставили, правильно? Место под площадки, я имею в виду. Место для площадки тоже регламентировано, не пяти квадратами, а достаточно больше территории. И таких мест в старой части города, например, на улице, там, не знаю, каких, Пионерская, там все жилая застройка. Там не предусмотрено какое-то строительство вот этих вот площадок. Если сегодня говорить о современной детской площадке, то это не просто качели и карусели, это симбиоз архитектуры, дизайна и функционала, где есть возможность присутствовать маломобильным гражданам, где есть тренажеры, где могут веселиться, играть и креативить подростки и маленькие дети. Вот в будущем планируется что-то такое в Конаково делать, делать на это акцент? Ну, вы знаете, вот эта площадка около Колизея, она отвечает всем требованиям. Она современная, она стильная, она интересная для всех. Ну, уже с новым подходом, да? С современными трендами. И мы хотим продолжить данную тенденцию, устанавливать уже современные площадки, а не советские горки. Цветные вот эти, пластмассовые. Да, надо что-то делать в соответствии с настоящим временем. Поэтому, если будет возможность, она, я думаю, будет, мы постараемся вступить в все возможные программы, чтобы для Конакова это было развитие и установка данных площадок. Но могу сказать, что во второй части Колизея, продолжение его благоустройства, будет установлено для данной территории спортивные тренажеры. Мы надеемся, что это привлечет на эту территорию еще больше людей и подростки. Конечно, беда в том, что подростки эти сейчас занимаются, проводят время на детской площадке. Мы хотим их немного, чтобы они отвлеклись на какие-то спортивные тренажеры, которые будут установлены на второй части данной территории благоустройства. Планируется ли в будущем установка видеокамер на детских площадках, чтобы следить за порядком? И все-таки вот перед ТЦ «Маяк» там был инцидент, да, что с качелями что-то случилось. Планируется ли такое в будущем? Ну, вообще на территории города, по системе «Безопасный город» установлено более 15 видеокамер. Эти видеокамеры, запись их ведется на сервере, постоянное наблюдение через дежурную часть отдела МВД. У нас закуплены камеры, сейчас ведем переговоры с провайдером, чтобы и на колизии, и на набережи там обязательно будет видеонаблюдение. Ну, стараемся, стараемся, потому что это и нам важно. Вам хотелось бы, но пока немножечко, да, бюджеты ограничены? Бюджеты, по-моему, ограничены, потому что это ежедневные расходы на С-содержание. Видеосистема видеонаблюдения стоит немалых денег, но будет за иском возможности. Камеры мы уже закупили, сейчас договоримся о их установке и ежедневном обслуживании. Сегодня детская площадка – это важная составляющая благоустройства города. В Конаково их 200 и почти 150 необходимо демонтировать, потому что они не соответствуют современным стандартам. И при этом как бы являются бесхозными. Очевидно, что ремонт площадок и появление новых зависят от денежных средств. А точнее будет сказать, от желания людей находить и выделять на это средства, а также преодолевать все трудности, связанные со стандартами и требованиями к детским площадкам. В администрации понимают, что сегодня железными качелями и цветной горкой детей не удивишь. И детские игровые пространства должны развивать не только физику тела, но и смекалку, навыки общения, умение проявить себя. Начало положено – площадка в районе Колизей. Дальше обещают двигаться в этом же направлении, а также создавать спортивные площадки, которые будут интересны подросткам. Изменить детские пространства города моментально сейчас невозможно. Все упирается в бюджеты, но стремиться к этому нужно. Дорогие мамы, папы и молодые люди города Конаково, обязательно контактируйте с администрацией на тему детских площадок и не только. Можно оставить письменное заявление, придя в администрацию лично, или же составить электронное обращение на сайте администрации или в группе ВКонтакте. Все жалобы и предложения регистрируются и аккумулируются в WhatsApp-группе, в которой состоят глава города, замы, пресс-службы администрации, работники ЖКХ и другие ответственные лица. Таким образом, глава города видит все обращения и решает их, насколько это возможно в оперативном режиме. Друзья, давайте обращаться не только к администрации, но и к себе. Возможно, нам стоит относиться более бережно к тому, что она созидает, и не позволяет себе разрушать то, что, на наш взгляд, кажется несовершенным. Давайте занимать активную позицию и делать наш город лучше вместе. С вами была Настя. Подписывайтесь на Конаково онлайн. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!